Мы обсуждаем итоги работы Департамента природопользования и охраны окружающей среды за 2012 год и обсуждаем задачи, которые стоят перед нами в 2013 году. Москва сталкивается с теми же экологическими проблемами, которые в полной мере имеют все крупные мегаполисы мира. Это, наверное, аксиома, мы принимаем ее без доказательств. Близкое соседство густонаселенных жилых районов с крупными автотрассами, промышленными зонами, создает проблему загрязнения воздуха и сверхнормативного шума. А рост населения при ограниченных территориальных резервах приводит к нехватке комфортных организованных пространств для жителей и высоким рискам неконтролируемого негативного воздействия на природу. Есть особенные черты Москвы, из которых вытекает ряд проблем, менее свойственных другим городам мира. Как самый холодный мегаполис мира, Москва вынужденно потребляет много энергоресурсов и, соответственно, производятся большие выбросы. По этой же причине существует необходимость применения противогололедных реагентов. Или, например, высокоизменчивость рельефа территории города, различие в отменках высот над уровнем моря по территории города составляет порядка 150 метров, обуславливает большое количество оползневых участков. Но главными проблемами для окружающей среды, отчетливо проявившимися несколько лет назад, стали перекосы в развитии различных отраслей городского хозяйства. Отставание в развитии транспортной сети города при интенсивном росте автопарка и объемов жилищного строительства. Устаревшие долгие годы немодернизируемые производства в черте города характерны для всей страны низкие экологические стандарты для производимой техники, оборудования и применяемых технологий. Давно назревшая необходимость решения этих проблем всем очевидна. Однако оборотной стороной являются некоторые не самые популярные с точки зрения охраны окружающей среды действия. Например, развитие транспортной системы города. Это в том числе появление новых участков уличной дорожной сети, то есть с точки зрения экологов, новые источники выбросов загрязняющих веществ и повышенного шума. Это также вырубка зеленых насаждений в местах строительства. В целом негатив для экологии в сегодняшнем дне. Но если этого не сделать, то еще большие проблемы, я бы сказал, тупик и для экологии, и для экономики, и для перспектив развития Москвы, и для комфортного проживания города наступят в среднесрочной перспективе. Или, например, устоявшее производство. Теоретически их можно вывести за пределы города, то есть просто удалить источники выбросов загрязняющих веществ. Жалобы сразу прекратятся, но пострадает экономика города, работающие там люди. Пусть модернизация производств требует большего времени, он затратный, но в итоге выигрыши окажутся экологией и не пострадает экономика. Сегодняшний парадигм развития города предполагает необходимость решения застарелых городских проблем во всех отраслях хозяйства при улучшении экологических показателей не только на сегодняшний день, но и в расчете на перспективу. В своей задаче департамент видит сохранение баланса между сбережением природы Москвы и ее разумным, контролируемым использованием при содействии технологическому развитию всех отраслей городского хозяйства, направленному на обеспечение устойчивого развития. Конечно, такая очень сложная задачка. Сегодня стала очевидна и такая значимая функция экологии, как сохранение социальной стабильности. Взаимодействие с общественными организациями, инициативными группами граждан, заинтересованными в бережном отношении к природе, становится одним из приоритетов департамента. Только в согласии с жителями использование потенциала москвичей возможно системное и современное развитие городской среды. Любая наша ошибка используется деструктивными силами для создания условий социальной и политической нестабильности. Это тем более убеждает нас в необходимости избегать таких ошибок, взаимодействовать со здоровыми силами в обществе, опираться на большинство москвичей, заинтересованных в устойчивом развитии и стабильности, а не в хаосе и пиаре. Основными направлениями экологической политики города Москвы на данном этапе являются Развитие региональной законодательной базы, позволяющей в правом поле выстраивать экологическую политику столичного региона. Последовательная реализация комплекса мер, направленных на снижение загрязнения атмосферного воздуха, улучшение качества поверхностных водных объектов. Сохранение и восстановление развития природных и зеленых территорий при организации контролируемого воздействия на них. Охрана и восстановление биоразнообразия на природных территориях. Использование потенциала природных территорий для обеспечения возможности горожан проводить больше времени на природе, опять же при организации контролируемого воздействия. развитие системы обращения с отходами производства и потребления, повышение экологической культуры населения, повышение открытости и доступности экологической информации. Все эти задачи, безусловно, непростые, но, тем не менее, решать их необходимо, в том числе и потому, что благоприятная окружающая среда – это то, что необходимо абсолютно всем, вне зависимости от социального статуса, профессии и возраста. – Коротко хотел бы остановиться на законотворческой деятельности. Как уже здесь было правильно сказано, конечно, все субъекты Российской Федерации с нетерпением ждут принятия нового федерального экологического законодательства. Уже давно назрело изменение федерального законодательства. Мы, в принципе, в 2011-2012 году в ожидании находились и очень много, скажем так, пересмотрели своего московского законодательства, правоохранного. Есть у нас уже определенные вещи. Мы понимаем, что что-то надо кардинально менять, но, к сожалению, не хотим торопиться и ждем, пока законодательная, исполнительная власть федеральная нам даст все механизмы. Поэтому, Владимир Владимирович, к вам просьба. Мы надеемся, Владимир Владимирович, к вам, что в этом году все-таки мы получим новые законы и будем их реализовывать. Ну, такая, опять же, как пожелание, да? Я понимаю, что сложный вопрос. Ну, и, наверное, главный вопрос – это состояние атмосферного воздуха. Загрязнение воздушной среды является одной из наиболее сложных экологических проблем Москвы. В целом, по городу, показатели загрязнения атмосферного воздуха в 2012 году сохранились на уровне предыдущих лет. По-прежнему, наиболее высокие уровни загрязнения атмосферного воздуха наблюдаются на прилегающих к автотрассам территориям. Показатели загрязнения атмосферного воздуха на прямомагистральных территориях превышали показатели на других городских территориях до двух раз. Как и в предыдущие годы, вблизи автотрасс средние годовые концентрации загрязняющих веществ превышали нормативы по диоксиду азода и формальдегиду. Вместе с тем, что рост загрязнения воздуха вблизи автотрасс последние годы удается сдерживать, является положительным результатом, потому что автопарк города и нагрузка на магистрали продолжают расти. Это удается достигать благодаря тому, что рост автопарка сопровождается благоприятной тенденцией увеличения доли автотранспорта всех категорий более высоких экологических классов и последней политикой правительства Москвы по реализации мер, направленных на снижение выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта и улучшение режимов движения транспортных потоков. С 1 января 2013 года Москва первая среди других городов России перешла к использованию моторного топлива у класса не ниже Евро-4. Благодаря этой мере планируется добиться снижения выбросов диоксиды серы в 3,7 раза и бензопирена на 22%, твердых веществ на 9%. Увеличение пропускной способности автодорог – один из основных приоритетов правительства Москвы. В 2012 году реконструировано 60,5 километров уличной дорожной сети, построено 18 транспортных сооружений, 8,5 километров линии метрополитена, обустроено около 70 километров выделенных полос для общественного транспорта, построено 11 транспортно-пересадочных узлов, на 200 миллионов человек увеличен пассажиропоток на общественном транспорте. Введены в эксплуатацию три участка реверсивного движения транспорта, расширяется зона покрытия интеллектуальной транспортной системы. Сейчас уже в любом случае, когда мы говорим о атмосферном воздухе, я буду, наверное, все-таки говорить о транспортной теме. Может быть, не совсем наш хлеб, это, конечно, больше данное мероприятие выполняет строительный комплекс, комплекс городского хозяйства и департамент транспорта, но, тем не менее, все эти меры направлены на улучшение состояния атмосферного воздуха. Также начато создание пешеходных зон центральной части города. Наиболее поддержаны автотранспортные нагрузки такие улицы, как Кузнецкий мост, Петровка, Столешников, Камергерские переулки. Воздействие этих мероприятий на экологию города в краткосрочной перспективе не всегда можно назвать положительными, из-за снижения количества зеленых назраждений и временного снижения скоростей транспортных потоков при реконструкции. Однако в долгосрочной перспективе ожидается значительный положительный экологический эффект. В частности, за счет развития интеллектуальной транспортной системы ожидается повышение пропускной способности транспортной системы на 10-15% к 2020 году. Увеличение объема перевозок общественным транспортом на 23% к 2016 году, что позволит предотвратить рост выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта, несмотря на рост автопарка. В целях стабилизации выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта в 2012 году была продолжена работа по ограничению въезда в центральную часть города грузовых автомобилей с характеристикой ниже требований экологического класса Евро-2. Въезд для грузовых автотранспортных средств с грузоподъемностью более 1 тонны в 2012 году был ограничен третьим транспортным кольцом, а с 1 мая 2013 года в дневные часы с 6 утра до 22 вечера также будет запрещено движение большегрузного транспорта максимальной массой более 12 тонн по московской кольцевой дороге. В выходные, праздничные и предпраздничные дни запрет будет действовать до 24 часов. В рамках обновления муниципального автобусного парка в 2012 году ГУП Мосгортранс поставлено более 1200 автобусов экологического класса Евро-5, из которых 60 автобусов работают на компримированном природном газе. Благодаря этому количество автобусов, соответствующих экологическим классам 4 и 5, в парке ГУП Мосгортранс выросло до 34%, и на 16% снизилось количество автобусов экологических классов Евро-2 и ниже. Реализованы проекты по внедрению электромобильного транспорта для обеспечения деятельности инспекторов состава по охране ОПТ, департаментом закуплены автомобили Митсубиси и АМИЕФ, экологический класс автомобилей Евро-6. Автомобиль не выбрасывает в атмосферу, не производит никаких выбросов, потому что это электромобиль. В соответствии со статистическими данными Мосгорстата, суммарный вклад стационарных источников выбросов в общий выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух города Москвы составляет порядка 10%. Однако значимой проблемой загрязнения атмосферного воздуха от стационарных источников является периодическое сверхнормативное загрязнение воздуха на отдельных территориях прилегающих предприятиям. В 2012 году департаментом рассмотрено более 1000 обращений жителей с жалобами на загрязнение атмосферного воздуха предприятиями. По обращению жителей проведено 240 рейдов, передвижной экологической лаборатории, обследовано свыше 220 территорий города, не охваченных автоматическими станциями контроля загрязнения атмосферного воздуха. В большинстве случаев обследования подтвердили обоснованность жалоб жителей и выявили периодические превышения нормативов качества атмосферного воздуха по отдельным показателям в районах прилегающих к ООО «Газпромнефть», Московский нефтеперерабатывающий завод, ООО «Москокс», Московский нефтемаслозавод, ООО «Док-3», ООО «Промполимербыт», Курьяновские очистные сооружения для беретской станции аэрации. В связи с этим важное значение имеет начатое в 2011 году реконструкция Московского нефтеперабатывающего завода. В 2012 году завершено строительство закрытых механических очистных сооружений, которые заменят ранее действующие открытые. Благодаря вводу этого объекта с 2013 года объем выбросов Московского нефтеперабатывающего завода снизится на 1148 тонн в год. В целом, в результате первого этапа реконструкции завода ожидается снижение выбросов на 12 тысяч тонн в год, в том числе по сероводороду 240 тонн, по диоксиду серы 9682 тонны в год. Кроме того, благодаря реконструкции с 1 апреля 2013 года «Газпромнефть» Московский НПЗ планирует перейти на выпуск топлива стандарта Евро-5, что обеспечит снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом в городе Москве. Также для улучшения экологической обстановки Московский НПЗ в 2012 году начали модернизацию системы очистки прудов-отстойников. По завершению работ в 2013 году ожидается снижение запаха углеводородов и сероводорода на прилегающих территориях. Введена в эксплуатацию новая битумная установка оборудованной системой герметичного налива. Начато строительство новой установки сероочистки, предусматривающей полную очистку газовых потоков от сернистых соединений. Это сероводород и меркаптан. Здесь бы хотелось поблагодарить еще и Министерство природных ресурсов и экологии, Георгия Зауруча, Санакоева, Департамент Роспроднадзора по Центральному федеральному округу, Правоохрана, Межрайонную прокуратуру, Тимур Ильич Брудастова. Потому что здесь мы все-таки в одном едином порыве работали с руководством «Газпромнефти». И, мне кажется, нашли компровинс. И, по крайней мере, то, что я сейчас перечислил, те действия, они на самом деле уменьшили количество жалоб жителей из района Печатники, Жулебина. Мы просто заметили по количеству жалоб на горячую линию, что оно уменьшилось в разы. Это говорит о том, что неприятные запахи, которые будоражили и беспокоили жителей этих районов, они на самом деле, ну, по крайней мере, уменьшились. Еще не совсем устранены, но надеемся на то, что будут устранены совсем. Систематически поступают жалобы на появление неприятных запахов вблизи Курьяновских, Люберецких очистных сооружений. По мнению эпидемиологов, наблюдаемый на этих территориях запах является больше источником дискомфорта, чем способно причинить вред здоровью. Комплексом жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города принято решение о перекрытии очистных сооружений. Однако в 2012 году начата реконструкция только первого блока Новокурьяновских очистных сооружений, предусматривающего перекрытие сооружений механической очистки, что позволит снизить поступление канализационных запахов на прилегающие жилые территории. Вместе с тем необходимо перекрытие открытых поверхностей всего комплекса Курьяновских очистных сооружений. В 2012 году по сравнению с 2011 годом на 10% увеличился выброс загрязняющих веществ от ТЭЦ, ООО «Мосэнерго». Это связано прежде всего с увеличением объемов использования мазута как резервного топлива в холодный период. По сравнению с 2011 годом объем сжигаемого мазута вырос в два раза. Максимально в 2012 году значение концентрации диоксида серы отмечено в феврале 2012 года. Несмотря на заметный рост объема сжигания мазута, в целом в рассматриваемый период концентрации диоксида серы возросли незначительно, на 5%, что было связано с благоприятными условиями рассеяния выбросов в период установления морозной погоды. Мониторинг загрязнения атмосферы в городе Москве осуществляется на 38 автоматических станциях контроля загрязнения атмосферы по 23 показателям, характерным для выбросов городских источников. Кроме того, 58 промышленных предприятий в режиме реального времени передают данные об объемах выбрасываемых загрязняющих веществ на сервер департамента. В связи с проблемами качества воздуха, обусловленными деятельностью предприятий, приоритетными направлениями является развитие автоматизированной системы контроля выбросов загрязняющих веществ. В 2012 году начато создание системы контроля выбросов на источниках выбросов Московского нефтеперабатывающего завода, выпала волненная проектная работа по модернизации систем контроля выбросов на 11 ТЭЦ «Мосэнерго». Модернизация позволит осуществить контроль выбросов непосредственно на дымовых трубах ТЭЦ, независимо от вида используемого топлива. При этом к существующему перечню измеряемых параметров добавится сернистый ангендрит, контроль которого наиболее актуален при переходе ТЭЦ на сжигание мазута. Теперь несколько слов о климате. В соответствии с решением мэра Москвы Сергея Семеновича Собяйна в 2011 году Москва присоединилась к проекту по раскрытию данных по выбросам парниковых газов, предполагающему их последующее объединение в общую базу данных со свободным доступом к ней городов-участников С-40. Координатором подготовки отчетности по городу Москве был назначен департамент трудопользования. Напомню, в 2006 году Москва вступила в С-40, став ее единственным участником Российской Федерации. По нему участия в тематических дистанционных мероприятиях, семинарах, консультациях, регулярно проводимых секретариатом С-40 и руководством проекта С-ДП, департамент принимает участие в крупнейших международных саммитах С-40. В рамках проводимых мероприятий участниками представляется возможность поделиться опытом в области устойчивого развития и снижения выбросов углекислого газа в атмосферу, а руководителям городов продемонстрировать свои достижения в этой области. Данные по выбросам парниковых газов по городу Москва за 2010 год, подготовленные систематизированным департаментом, вошли в первый глобальный доклад о итогах реализации проекта со сводной информацией по городам С-40, представленным на указанном саммите. В 2012 году департамент продолжил работу в рамках С-40, в том числе сборы и систематизацию данных о выбросах парниковых газов по городу Москве, которые вошли в доклад по итогам проекта, размещены в информационном портале С-40. Коротко о шумовом загрязнении. Вы все знаете, что по экспертным оценкам, до 70% территории города подвержены сверхнормативному шумовому воздействию от различных источников. В 2012 году из 391 обращения жителей города на повышенный уровень шума поступивших в департамент, более 50% были связаны с производством строительных работ в ночное время. Снижение уровня шума в ночное время от строительных работ было одним из приоритетных направлений данной работы. Снижение уровня шума, связанное с нарушением правил ведения строительных работ в ночное время, выявлено на 38 территориях. Это в 1,7 раз больше, чем в 2011 году и в 2010 году. В 2012 году суммарный объем штрафных санкций, наложенных на строительные организации, составил свыше 2,7 миллиона рублей. Длина шумозащитных экранов, установленных в целях снижения уровней шума от автотранспорта вдоль городских магистралей, возросла к концу 2012 года до 53 километров. В Московской архитектуре совместно с департаментом, префектурами центральных округов сформирован перечень жилых домов, расположенных в зонах шумового дискомфорта. Положительным сдвигом можно считать завершение формирования нормативной базы, обеспечивающей проведение инструментального контроля внешнего шума автотранспортных средств в рамках технического осмотра. Работа проводилась по инициативным предложениям департамента, по информации управления ГИБДД, Главного управления МВД России по городу Москве. Контроль за внешним шумом транспортных средств проводится и в рамках надзора за дорожным движением. В 2012 году к ответственности за нарушение требований к выбросам и внешнему шуму привлечено более 1200 водителей. Коротко об охране водных ресурсов. На территории города расположено более 140 рек и ручьев, более 400 прудов. Главными водотоками являются реки Москва, Яуза, Сетань, Сходня. Контроль качества поверхностных вод осуществлялся в 45 постоянных створах наблюдения по 29 показателям. На присоединенных с 1 июля 2012 года в городу Москве территориях расположено около 50 водотоков, более 200 прудов и более 100 ручьев. В 2012 году качество воды в реке Москве в черте города в целом соответствовало нормативам, установленным для водоемов культурно-ботового назначения. Отмечена устойчивая динамика снижения загрязнения реки Москвы по нефтепродуктам отдельным металлом – железом, органесом. Также в 2012 году среднегодовая концентрация нефтепродуктов в центральной части города стала минимальной за последние 5 лет наблюдений. По итогам последних трех лет на выходе из города содержание нефтепродуктов снижается в среднем в 1,2 раза ежегодно. Содержание железа на выходе из города, как и в предыдущем, 2011 году остается на уровне минимального значения за последние 5 лет наблюдений. Среднегодовая концентрация железа и марганца, вывести их большинство малых рек, впервые за последние 5 лет наблюдений соответствовала нормативам культурно-ботового водопользования. В структуре общего объема сброса сточных вод в черте города около 60% приходится на долю сточных вод объектов МОЗ «Водоканала». За последние 5 лет объем сточных вод на водовыпусках МОЗ «Водоканала» сократился более чем на 180 млн кубических метров, о чем говорил Ренат Ринатыч. Анализ результатов наблюдений в 2012 году свидетельствует об улучшении качества воды в большинстве притоков реки Москвы. В сравнении с предыдущим, 2011 годом отмечено повышение класса качества таких рек, как Неглинка и Нищенко. В 2012 году впервые в полном объеме проведена работа по мониторингу дна, берегов и водоохранных зон водных объектов. Результаты данного мониторинга показали, что на зарегулированных стоках Москвы реки естественные процессы переформирования русла и берегов не происходят. На других стоках происходит естественная деформация профиля поперечного сечения и ширины русла. Также в прошлом году проводились работы по комплексному мониторингу воздействия противогололедных реагентов. На природные среды, в том числе и на снежный покров, почвы, зеленые насаждения, водные объекты. Превышение нормативов в пробах почв, отобранных вблизи автомагистрали, по веществам, входящим в состав противогололедных реагентов, не превышает 1%. По сравнению с 2010 годом, количество проб почв с признаками засоления снизилось практически в два раза. Среднее содержание хлоридов в почвах находится на уровне существенно ниже предельно допустимых концентраций. Качественное состояние большинства деревьев, более 90% произрастающих на площадках наблюдения, характеризуется как удовлетворительное. Содержание хлоридов и ионов натрия в реке Москва, в том числе и в период снега таяния, не превышает установленных нормативов и составляет около 0,3 предельно допустимой концентрации химических веществ водных объектов культурно-бытового водопользования. В то же время, в связи с увеличением перечня противогололедных реагентов, в 2012 году отмечен рост содержания натрия в снежном покрове почвах в вегетативных частях придорожной растительности. В связи с этим необходимы меры по снижению воздействия противогололедных реагентов на компоненты окружающей среды, включающие обязательное соблюдение требований технологий зимней уборки автомагистралей, также исключение роторной уборки снега, в процессе которой не всегда удается исключить попадание загрязненных снежных масс на деревья, кустарники и озелененные территории. Как здесь уже правильно было озвучено, проблема твердых бытовых отходов, количество отходов увеличивается с каждым годом. Объем образования отходов в городе Москве по-прежнему остается высоким, общая масса отходов в производстве и потреблении составила около 27 миллионов тонн, что указывает на тенденцию к увеличению количества образованных отходов по сравнению с прошлыми годами. Это связано с увеличением объема отходов строительства и сноса, объем которых в 2012 году составил порядка 3 миллиона 340 тысяч тонн, что на 16% больше значения 2011 года. Департамент трудопользования отделен только надзорными функциями в области обращения с охотными производства и потребления. В соответствии с перечным мероприятием в сфере охраны и повышения качества окружающей среды в городе Москва на 2013 год, утвержденным постановлением номер 688, департаментом запланированы мероприятия в области обращения с отходами. Результатами реализации мероприятий станет увеличение переработки вторичного сырья, а также снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на качество окружающей среды. Также департаментом в рамках данного постановления в области обращения с отходами производства и потребления в 2013 году запланированы научно-исследовательские работы по темам. Разработка научно обоснованной концепции опережающего развития системы обращения с отходами производства и потребления Москвы, включая присоединенные территории в целях улучшения экологической обстановки. Создание научно обоснованной системы сбора, транспортировки и переработки масложировых отходов с разработкой рекомендаций с точки зрения обеспечения экологической безопасности в городе. Разработка экологического обоснования выбора площадок для размещения многофункциональных комплексов по переработке отходов производства и потребления на присоединенных территориях с разработкой рекомендаций, направленных на развитие системы рационального природопользования. Я всех желающих приглашаю. У нас скоро будут конкурсные процедуры на научно-исследовательские работы объявлены. Поэтому, если кто-то готов, то, пожалуйста, дерзайте. Мы будем рады, коллеги, если вы приняете участие в наших научно-исследовательских разработках. Также департаментом начата работа по внедрению раздельного сбора мусора на особо охраняемых природных территориях. Установлены контейнеры и урны для раздельного сбора металла, бумаги, стекла и пластика. Кроме того, департамент занимается экологическим воспитанием школьников. Проводятся занятия в экоцентрах, где ребятам подробно объясняют, для чего нужно раздельно собирать мусор. Проводятся различные мастер-классы, фестивали, акции по изготовлению поделок, костюмов и сторсырья. Ведь воспитывать привычку к раздельному сбору мусора лучше всего именно с детского возраста. Конечно, основная задача разработать и внедрить полную цепочку раздельного сбора, вывоза, сортировки и переработки отходов. Также очень важно, чтобы для компаний, занимающихся переработкой вторсырья, были созданы благоприятные условия, появились стимулы для занятия этим бизнесом. Под решением этих задач правительство Москвы активно работает в настоящее время. Я думаю, что в 2013 году мы все-таки запустим систему так называемой шаговой доступности. Мы хотим, чтобы в каждом микрорайоне города появились пункты приемки вторсырья. Сейчас мы совместно с департаментом ЖКХ эту программу разрабатываем. Я думаю, что мы создадим все условия для малого бизнеса. А на мой взгляд, это, наверное, все-таки ниша малого бизнеса. Для того, чтобы все желающие, кто готов в Москве заниматься раздельным сбором отходов, могли, опять же, не ехать в другой округ, сдавать бутылку либо банку, а в шаговой доступности могли бы, по крайней мере, эти отходы сдавать и получать за это определенные деньги. То, что касается защиты зеленых насаждений, это одно из основных направлений работы департамента. В современных условиях крупного города важную роль в решении проблемы оздоровления среды, создании комфортных условий проживания играет зеленое насаждение на территориях различного назначения. Я хочу подчеркнуть, что за последние три года отмечен значительный рост по количеству высаженных деревьев и кустарников. Так, для сравнения, в 2010 году было высажено всего порядка 2000 деревьев и 43 тысячи кустарников. В 2011 году 21 тысячи деревьев, 62 тысячи кустарников, а в 2012 году в рамках компенсационного озеленения и восстановительных посадок на особых районных территориях высажено 41 тысячи деревьев и 88 тысяч кустарников, созданных газонов на площади 107 гектар. В частности, в 2012 году в результате выполненных работ по созданию, реставрации, реконструкции и капитальному ремонту зеленых насаждений общего пользования обрели новый вид такие объекты, как сверху по улице Юности, бульвар Парижскому проезду, территория преданного комплекса Парагорскому валу, Милютинский парк и другие территории города. Для обеспечения положительного баланса между количеством зеленых насаждений, утрачиваемых при реализации градостроительной деятельности и планируемой их посадке, разработана отраслевая схема озеленения города Москвы. При разработке схемы впервые был проведен единовременный мониторинг озеленных территорий методом дешифрирования космосъемки высокого разрешения с определением точной площади, занятой зелеными насаждениями и их состоянием. Согласно полученным данным, удельный вес озелененных территорий различного назначения в границе города, без учета присоединенной городу территории, составляет 54,5%. Подготовлено утвержден адресный перечень мероприятий по комиссионному озеленению в городе Москва на 2013 год. В соответствии с перечнем планируется высадить 28 тысяч деревьев, 27 тысяч кустарников и создать 34,7 гектаров объектов озеленения. В Долунице Гурьянова планируем создать Таллиннский парк. Концепция оформления разрабатывалась совместно с администрацией города Таллинн. В свою очередь в Таллине будет разбит Московский парк. Поэтому вот так мы обменяемся новыми озелененными территориями с нашими коллегами. Учитывая низкую обеспеченность зелеными насаждениями при реализации программных мероприятий к комиссионному озеленению в 2013 году в Центральном административном округе города, по заказу департамента реализуется проект восстановления существующих скверов Садового кольца, а также будет осуществлено контейнерное озеленение Тверской улицы. Опять же, не все, а только от Пушкинской площади до Манежной. Это будет эксперимент. И мы уже, я думаю, в мае получим первую реакцию москвичей на данный проект. Это около 60 лип в тумбах будет выставлено в различных частях Тверской. Липы традиционно росли на Тверской еще очень-очень много лет. И уже, я думаю, много лет назад исчезли, потому что я москвич, как бы помню, что уже с армии вернулся. Это было где-то начало 90-х. Лип уже на Тверской не был. Ну и хотелось бы, наверное, отдельно поговорить о злободневной теме, которая массируется общественностью, общественными, политическими организациями, жителями, экологами. Это, конечно, развитие особо храняемых прудных территорий. Ну, такие статистические данные, все их знают. Их 118 в Москве, в том числе 117 это наши региональные и Лосиный остров, часть которого 3300 гектаров находятся на территории города Москва. Из них, значит, один национальный парк, три природных заказника, 10 природно-исторических парков, 4 ландшафтных заказника и 100 памятников природы. К сожалению, недавно мы лишились связы на Поварской, поэтому уже количество памятников природы уменьшится. Это будет не 199. Общая площадь ОПТ на территории города составляет 17 тысяч гектаров. Одна из основных задач ОПТ – это обеспечение защиты воздушной среды города, а также создание условий для отдыха культурного досуга жителей. Так, в 2012 году на особо храняных прудных территориях были организованы три новые экологические тропы. Это ландшафтный заказник долин реки Сходник в Куркино, в том числе экологическая тропа для слабовидящих людей протяженностью около двух километров в природно-историческом парке Блицевский лес. Также было оборудовано 30 спортивных и детских площадок, в частности для повышения комфортности пребывания, организации безбарьерной среды для людей с ограниченными физическими возможностями на территориях комплексного заказника Алтуфьевский, ландшафтного заказника Леонозовский, а также в планируемых созданию природных заказников Медведковский и Северный. Оборудованы детские площадки для маломобильных групп населения. На особо охраняемых природных территориях в Западном административном округе установлены лавочки для инвалидов и стенды с шифром Брайля. Кроме того, в 2012 году на охраняемых территориях было установлено более 1 тысячи малых ретиктурных форм беседки, лавочки, урны. Оборудованы более 60 пикниковых точек, 8 эколого-спортивных комплексов. На территории прудно-исторического парка Блицевский лес создана площадка для занятий авиамоделированием по просьбе местных жителей и любителей данного спорта. На территории прудно-исторического парка Москворецкий был устроен тематический парк «Сказочный лес», в основе которого лежит создание комплекса мероприятий по развитию творческих способностей у детей и возможности организованного семейного отдыха в условиях эмоционального и психологического комфорта. В природном заказнике Воробьева горы проводятся работы по благоустройству территории и каптажу рудника в 200 метров от церкви Троицы. Также в течение года разработаны проекты по благоустройству объекта экологического туризма «Белкин дом» на территории Хлебневского лесопарка, по ремонту эколого-просветительских центров Кускова, Измайлова, Царская пасека и прибрежно-лимонологической биостанции, по комплексному благоустройству и реабилитации и развитию ОПТ «Продно-исторический парк Косинский». В зимний период на особо охраняемых прудных территориях и территориях прудного комплекса организовано 57 лыжных трасс и 33 катка. На территории ландшафтного заказника «Теплый стан» около экологической тропы заложена геоботаническая площадка, где на площади 40 квадратных метров высажено 13 видов редких растений. В прошлом году в прудных заказниках долины реки Сета и Неврабьевы горы реализованы проекты по освещению с использованием энергии ветра и солнца. В перелеском домдропарке заработал бесплатный Wi-Fi, который тоже работает на солнечной энергии. В рамках организации физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности населения на особо охраняемых прудных территориях города в 2013 году мы планируем создание семей велодорожек. Естественно, велодорожки будут оборудованы местами для парковок, велосипедов и пунктами проката. В 2012 году также будут продолжены работы по сохранению естественных растительных сообществ. Извините, были продолжены, они будут. И восстанавливаем численность редких видов животных. В феврале-марте 2019 года проведены зимние маршрутные учеты животных по 109 маршрутам протяженностью свыше 280 км. Падение численности учитываемых животных не зафиксировано. Зафиксированы тенденции увеличения численности таких птиц, как жилна, сокол, пустельга, ястреб, птицеревятник. Кроме того, зафиксировано обитание большого кроншнепа. В апреле-майе 2012 года проведен учет растений, обладающих приятным ароматом и других раннецветущих растений на особых районных природных территориях. Ну, я не буду перечислять все, что у нас произрастает в Москве, наверное. Вы все это прекрасно знаете. Это в том числе и ландыш майский, первоцвет весенний. Все эти растения занесены в Красную книгу города. Также выявлены два новых вида растений семейства Орхидейны, гнездовка обыкновенная, дремлик широколистный. В результате изменения границ между городом Москвой и Московской областью с 1 июля в состав внутригородских территорий вошли 70 тысяч гектар. Участки земель лесного фонда площадью свыше 70 тысяч гектар. Постановлениям правительства Москвы земельные участки отнесены к особо охраняемой зеленой территории. И все ограничения, которые раньше существовали и накладывались федеральным законодательством, они, естественно, сохранены. Это как раз к вопросу о защите этих лесов. Законодательно мы это закрепили сразу. После того, как эти территории получили. Это было, наверное, одно первое практически постановление, которое мы приняли после присоединения к себе новых территорий. Но также в 2012 году подготовлены поправки в действующее законодательство, отсутствие которых ранее являлось основной причиной критических замечаний к работам, проводимым на ОПТ. Основания – это требования к сохранению в глубине массивов сухостойных, дуплистых и фаутных деревьев, захламленности, выворотни, валежа, бурелома и других элементов естественного леса, приземления завесших деревьев и оставления их для перегнивания, необходимость приведения специальных видов работы, удаления чужеродных видов растений, ликвидации стихийных, пикниковых точек и площадок отдыха, сохранения природных режимов, водных объектов, приведение продовосстановительных мероприятий, приведение мероприятий по сохранению популяции и мест произрастания редких видов растений, мероприятий по восстановлению исчезнущих видов растений, необходимость лечения растений и защиты от вредителей и болезней, увеличение доли естественных травянистых сообществ, отказ от посадки газонной растительности на ОПТ, отказ от содержания луговых и разнотравных газонов по регламенту ухода с обыкновенными спортивными газонами, выкашивание не чаще двух раз в год, не более 35-10% их поверхности при высоте травостой не менее 15 см. Но это такие уже специальные информации. Мы получали очень много замечаний от экологов, поэтому я вот это сейчас декларирую и говорю, что мы учли их пожелания в том числе. В 2013 году предстоит завершить работы по анализу состояния использования участков и разработать предложения по созданию на них особо охраняемых природных территориях. Эколого-просветительская деятельность Департамента В 2012 году была продолжена, ввелась системная работа в области экологического образования и просвещения среди всех слоев населения, в средних и высших образовательных учреждениях, в детских садах, библиотеках и прежде всего на ОПТ города. Проводились такие масштабные экологические акции, как «Час земли», «День земли», «День эколога», «Экофест», «День без автомобиля». Департамент проводит активную политику по взаимодействию с общественными организациями, инициативными группами граждан. Например, в течение года мы создали рабочие группы по обсуждению проектов планировки ОПТ, по благоустройству и развитию территорий. Началось на самом деле все с проектов планировки ОПТ. Сейчас рабочие группы созданы практически во всех округах, и там мы обсуждаем проблемы не только проектов планировки, уже проекты планировки, слава богу, обсудили. Обсуждаем вообще все планы. Я дал команду своим, скажем так, руководителям в округах, что ни одно действие на ОПТ без согласования, во-первых, с посетителями, с людьми, которые постоянно, каждодневно посещают ту или иную территорию. Поэтому сейчас даже, если мы хотим лавочку или скамеечку где-то, или детскую площадку сделать, мы обязательно учитываем мнение, прежде всего, конечно, местных жителей, наверное, не популистов, которые из округа в округ переезжают и пытаются палки в колеса вставлять, а непосредственно тех людей, которые живут в близлежащих микрорайонах и непосредственно данную территорию посещают. Такая работа, она начата, скажем так, старт ее в 2012 году. Я думаю, что в 2013 году контакт с населением именно по организации досуга на ОПТ, он будет усилен за счет вот этих рабочих групп, которые в ежедневном режиме... Коллеги Юрий Анатольевич нас покидает, думаю. Спасибо. Также на интернет-портале департамента в прошлом году интернет-портал посетило более 500 тысяч человек. В октябре 2012 года на интернет-портале был открыт раздел «Вопрос-ответ», куда поступило уже более 200 обращений граждан. Все подвенственные организации департамента имеют собственные интернет-порталы, на которых регулярно освещается информация о проводимой и планируемой работе. Одним из основных механизмов охраны окружающей среды является Государственный экологический надзор. Коллеги, еще 5 минут потерпите, я понимаю, что слегка нудный доклад, но, к сожалению, я просто хотел бы все высказать. По итогам проведения контроля надзорных мероприятий в 2012 году инспекторами департамента продупользования и охраны окружающей среды было проведено 1522 проверки. Для сравнения, в 2011 году было проведено 627. Сумма наложенных штрафов составила около 205 миллионов рублей. 2011 год – это 118, в 2010 – около 80 миллионов. То есть, конечно, по штрафам у нас идет увеличение более чем в два раза. Опять же, напомню, сложности. В 2010 год мы жили с экологической полицией, сейчас милицией, да, по тем временам. В 2011-2012 мы вошли только, скажем так, в экологическую службу нашего департамента, да, в управление экологического контроля. Поэтому, конечно, надо было перестраивать работу, надо было улучшать качество проверок, надо было оснастить, в связи с тем, что нас мало, да, но мы в тельняшках, как говорили, у нас на флоте, надо было оснастить инспекторов всем необходимым оборудованием. И вот мы как раз в 2011 году этим занимались, и в 2012-м получили, на мой взгляд, такое хорошее улучшение в наших показателях. Хотя, конечно, на мой взгляд, 90 человек на такой крупный мегаполис – это маловато. Но, тем не менее, приходится работать с тем, что, ну, скажем так, с тем количеством инспекторов, которые у нас есть. Одним из видов экологического надзора, которому департамент уделяет самое пристальное внимание за последние два года, это контроль в области использования объектов животного мира. В 2012 году инспекторами департамента проведен мониторинг более 100 объектов, осуществляющих различные виды использования объектов животного мира в коммерческих целях – зоомагазины, рынок садовод, предприятия общественного питания, сувенирные магазины, торгующие изделиями таксодермией, шкурой, чучела, дельфинарией, фотостудий и другие. В ходе проведения контроля надзоровых мероприятий 13 животных были изъяты и направлены на содержание в Центр передержки ООО «Простар Плюс». На 97 объектах животного мира 3 изделия таксодермии наложен арест. По данным фактам, возбуждены дела об административных правонарушениях, уничтожение редких, находящихся под угрозочным знанием видов животных и растений. В целом, за 2012 год сотрудниками департамента наложено штрафов на юридических, должностных и физических лиц на сумму около 3 миллионов рублей. Для сравнения, в 2010 году проверок в этой области вообще не было проведено ни одной. В 2011 году сумма наложенных штрафов составила 2,6 миллионов рублей. На самом деле проблема колоссальная. Существует целый рынок незаконного оборота диких животных. Вы это прекрасно знаете из «Занесенных в Красную книгу», которая охраняется международными конвенциями СТС. Но тем не менее, в 2011-2012 год мы посвятили как раз возобновлению этой работы. И на мой взгляд, уже, ну по крайней мере, многих дельцов напугали. Количество нарушений, люди поняли, что этим кто-то занимается в городе. И пока что ушли в подполье, да, сейчас в интернет. В интернет ушли, но уже, по крайней мере, в открытую не продают животных. Это уже хорошо. Также департаменту осуществляется контроль за качеством моторного топлива, реализуемого на АЗС города. В 2012 году проведена проверка более 80 АЗС, по итогам которых сумма наложенных штрафов на владельцев АЗС составила более 7,5 миллионов рублей. В 2012 году также привлечено к ответственности юридическое лицо, повторно совершившее реализацию моторного топлива, не соответствующего экологическим требованиям. В связи с чем на данную организацию наложен штраф в размере 1 миллиона рублей. Переперечный штраф 400 тысяч, повторный уже миллион рублей, да. Традиционно в весенне-летний период департаменту при водопользовании совместно с полицией организованы и проведены общегородские операции «Первоцвет» и автомобиль на газзоне. В ходе операции «Первоцвет» из-за незаконного оборота было изъято около 29 тысяч первоцветов. В ходе операции «Автомобиль на газзоне» было выявлено около 300 нарушений и возбуждено 112 дел об административных правонарушениях. Также необходимо отметить, что в прошлом году улучшилось взаимодействие департамента с окружными и районными органами прокуратуры. Сотрудники департамента привлекались к участию в проведении более 300 прокурорских проверок. Продолжена работа по взаимодействию с Федеральной службой судебных приставов. Хочу отметить, что, конечно, она еще не до конца налажена. Есть у нас судебное решение, Тимур Авинюрич это подтвердит, которое не исполняется и не исполнено еще до сих пор. Мы над этим совместно работаем. В июле 2012 года между Федеральной службой судебных приставов и правительством Москвы подписано соглашение о информационном взаимодействии. В 2013 году планируется внедрить электронный документ оборот между органами исполнительной власти города и службы судебных приставов. При исполнении постановления о назначении административного наказания, чтобы повысить эффективность проводимой работы по взысканию наложенных штрафных санкций. Особой задачей является обеспечение соблюдения природоохранного законодательства на присоединяемых территориях. С июля 2012 года в департамент поступило 151 обращение граждан организаций, из них 64 на горячую линию, по вопросам несоблюдения природоохранного законодательства на территориях Новой Москвы. В основной массе обращения граждан организаций это жалобы на нарушения в области обращения с отходами, сбросы загрязненных вод на рельеф местности или водные объекты, незаконная вырубка зеленых насаждений, массовые заболевания зеленых насаждений, их усыхание, есть даже случай незаконной засыпки водного объекта. Ситуация на сегодняшний момент осложнена тем, что до присоединения к Москве новой территории меры по сравнению данных проблем, они принимались, скажем так, не в должной мере. Многие территории несколько лет подряд не обследовались, что создало возможность для возникновения и существования в течение многих лет незаконных свалок, массового распространения и гибели зеленых насаждений. С 1 июля департаментом проводится регулярное обследование территорий на предмет состояния зеленых насаждений, выявления незаконной добычи животных. Например, более всего от Краида пострадали деревья на территориях Внуковского, Воскресенского, Михайлова и Ярцевского сельских поселений. В рамках надзора за охрану и использованием водных объектов департаментом ведется работа по установлению о формировании перечни водных объектов, подлежащих региональному надзору. Работа проводится в тесном взаимодействии с прокуратурой и округом. Департаментом в 2013 году будет продолжена работа по экологическому контролю на территориях Тройского и Новомосковского административных округов на предмет выявления нарушений. В заключении хотелось бы сказать, что президентом Российской Федерации 10 августа 2019 года подписан указ о проведении в 2013 году Года охраны окружающей среды. Вы все это прекрасно знаете, он уже стартовал. В рамках выполнения указа президента в целях улучшения состояния окружающей среды, качества жизни и здоровья людей в городе департаментом запланирован комплекс мероприятий на 2013 год. Мы будем заниматься тем же, чем занимались в 2012 году, ничего нового, поэтому не буду перечислять. Единственное, что на мой взгляд, этот год все-таки связывается с изменением законодательства и с установлением более плотных связей с общественными организациями и жителями, потому что, на мой взгляд, мы ради них работаем. Планированные мероприятия определены как приоритетные и направлены на повышение эффективности рационального продукта пользования, снижение антропогимной нагрузки на окружающую среду города Москвы. Ну и хотелось бы в конце доклада все-таки выразить вам всем благодарность, признательность, что мы все совместно трудимся, действуем. Да, иногда у нас есть различные разногласия. Ну, на мой взгляд, это нормальный процесс. Мне кажется, что мы очень такие... Нас можно критиковать, мы критику слышим, чувствуем все проблемы, которые вы нам озвучиваете. И, на мой взгляд, быстро перестраиваемся и принимаем желания, которые имеют, опять же, конкретно приземленный характер. Не какие-то надуманные, да, если серьезные проблемы вы поднимаете, мы, конечно, на них реагируем, их решаем. Я надеюсь, что в 2013 году наша работа только усилится, экология, экологическое состояние и обстановка в городе улучшатся. И мы подведем с вами уже в 2014 году итоги 2013 года. Спасибо.